Здравствуйте! В эфире информационно-правая программа 112 в студии Юлия Гаврюшина. Я расскажу вам о событиях за последнюю неделю. В период времени с 16 по 22 декабря 2019 года на территории Ненецкого автономного округа зарегистрировано 194 сообщения о происшествиях, из них 16 преступлений, из которых 6 раскрыты в течение дежурных суток. К административной ответственности привлечено 45 граждан за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Осуществлялась охрана общественного порядка при проведении трех мероприятий с массовым пребыванием граждан. Нарушение общественного порядка не допущено. За неделю произошло 19 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек погиб, двое получили телесные повреждения. Так, 18 декабря 2019 года в дежурную часть управления поступило сообщение о том, что около 19.35 водитель 1974 года рождения, двигаясь на автомобиле «Урал» автокран по автодороге между кустом номер 8 и кустом номер 9 наульского месторождения, съехал в кювет и совершил опрокидывание, в результате чего водитель скончался. 22 декабря около 10 часов 30 минут в районе АЗС по улице Юбилейной в городе Наринмари водитель, управляя транспортным средством «Греатволл», не учел дорожные и метеорологические условия, утратил контроль над управлением транспортным средством, допустил наезд на препятствие опору линии электропередач. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля, несовершеннолетняя, 2004 года рождения, получила телесные повреждения, в связи с чем была доставлена бригадой скорой медицинской помощи в приемное отделение окружной больницы. Также около 18 часов 20 минут 22 декабря в районе дома номер 48 по улице 60 лет Октября водитель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем «Лэнд Ровер», выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, совершил столкновение с автомобилем «Сузуки Гранд Питара». Госавтоинспекция напоминает, вождение автомобиля водителям, находящимся в состоянии опьянения, создает реальную угрозу всем участникам дорожного движения. Согласно статье 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, данное нарушение влечет за собой наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет. За повторное задержание водителя, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, предусматривает уголовную ответственность по статье 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. 14 декабря 2019 года в дежурную часть Управления МВД России по Ниньскому автономному округу обратилась жительница города Наринмара с сообщением о том, что, находясь в баре, у нее из кармана куртки был похищен сотовый телефон и денежные средства в сумме 3 тысяч рублей. Осмотрев записи видеокамер, установленных в помещении бара, сотрудниками полиции были получены приметы злоумышленника. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска лицо, совершившее хищение, установлено. Им оказалась женщина 1986 года рождения, ранее судима. По данному факту, в настоящее время проводится проверка. Мобильный телефон у злоумышленницы изъят. 16 декабря 2019 года в дежурную часть Управления поступило заявление от 29-летнего жителя города Наринмара о том, что накануне неизвестный путем обмана похитил у него денежные средства в сумме 6 тысяч рублей. Полицейскими установлено, что потерпевший нашел интересующий его товар на сайте объявления Авито. В ходе переписки с продавцом мужчина договорился о покупке, после чего перевел аферисту вышеуказанную сумму и получил квитанцию о доставке. Заявитель обратился в данную службу доставки в городе Наринмаре, где ему пояснили, что на его имя нет каких-либо отправлений, а продавец на связь больше не выходил. Сотрудники полиции обращают внимание на то, что оплата товара вперед – обычная практика интернет-магазинов, которую с успехом применяют работающие на Авито мошенники. Их задача – заставить вас заплатить за несуществующий товар. В отличие от реально работающих интернет-магазинов, продавцы-мошенники не дают покупателям реальных контактных данных, договоров купли-продажи или других официальных документов, подтверждающих сделку. Отправив аванс или оплатив полную стоимость товара, а часто и услуги по его доставке транспортной компании, покупатель не получает оплаченный заказ. Управление МВД России по Нинскому автономному округу напоминает, чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо соблюдать следующий ряд правил. При покупке товара с рук через интернет-объявления никогда не соглашайтесь на предоплату. Никогда и никому не сообщайте реквизиты своей банковской карты, особенно коды, расположенные на оборотной стороне карты. Если у вас начинают про них спрашивать, лучше сразу оборвать разговор. При совершении денежных операций через мобильный банк никогда не сообщайте пароли и СМС-коды третьим лицам. Они предназначены только для проведения операций лично вами. Мошенники под любым предлогом пытаются узнать именно эти данные, поскольку они позволят завладеть вашей карты на расстоянии и опустошить ваш счет. Поищите через интернет информацию, в каком регионе зарегистрирован указанный в объявлении номер телефона, также указанный адрес организации, магазина и так далее. Жертвами новых мошеннических схем становятся и те, кто желает что-либо купить через интернет. В этих случаях стоит хорошо изучить отзывы, рейтинг продавца. Воспользуйтесь интернет-поиском, чтобы проверить указанные в объявлении данные, адрес, в каком регионе зарегистрирован номер телефона и так далее. Помните, что перечисляя деньги незнакомым лицам посредством анонимных платежных систем, вы не имеете гарантии их возврата в случае, если сделка не состоится. В одном из магазинов, расположенных в селе Коткино Ниньского автономного округа, в ходе проверок сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления, обнаружена изъята у сельскохозяйственного производственного кооператива алкогольная продукция в количестве 3000 литров. Как оказалось, юридическое лицо реализовывало алкоголь с нарушениями условий лицензирования. Мероприятия по выявлению нарушений законодательства в сфере реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции продолжаются. В отношении юридического лица будет составлен административный протокол за нарушение требований законодательства Российской Федерации, предусматривающих правила розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами. Максимальная санкция за нарушение данных правил в соответствии со статьей 14.17.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере до 200 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции. В ходе расследования уголовного дела в отношении двух менеджеров Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Ниньского автономного округа Комплексный центр социального обслуживания выявлены дополнительные эпизоды преступной деятельности. Они в зависимости от роли и степени участия каждого также подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, предусмотренных пунктом А, части 5, статьи 200.5 и частью 6, статьи 200.5 Уголовного кодекса Российской Федерации. Незаконное получение членами комиссии по осуществлению закупок незаконного денежного вознаграждения, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также покушение на совершение аналогичного преступления в особо крупном размере. Уголовное дело возбуждено по материалам, представленным сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, Управлением ВД России по Ниньскому автономному округу и РУФСБ России по Архангельской области. По версии следствия, в текущем году подозреваемые, являясь членами конкурсной комиссии, неоднократно получали от индивидуальных предпринимателей и представителей коммерческих организаций незаконное денежное вознаграждение в сумме 10% от стоимости контрактов, способствуя их победе на аукционах, на поставку оборудования и продукции, а также на оказание услуг по проведению торжественных и иных мероприятий в государственном бюджетном учреждении. По предварительным данным, максимальная сумма незаконного вознаграждения должна была составить 2 млн. рублей. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Проведены обыски, изъята документация, имеющая значение для дела. Суд на период следствия избрал в отношении подозреваемых меру пресечения в виде домашнего ареста. Подозреваемые признали свою вину. Проверяется причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений. Также возбуждены уголовные дела в отношении 4 представителей коммерческих организаций, передавших незаконное денежное вознаграждение подозреваемым. Отдел ГИБДД ОМВД России по Нейнскому автономному округу сообщает, что в целях своевременного и бесперебойного оказания государственных услуг гражданам по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в регистрационно-экзаменационном отделении организована работа в дни празднования нового 2020 года и Рождества Христова. Прием физических и юридических лиц сотрудниками РЕО ГИБДД ОМВД России по Нейнскому автономному округу будет осуществляться 3, 4 и 6 января 2020 года с 10 до 13 часов. А также в это время по всем интересующим вопросам можно обратиться по телефону 8-818-53-476-26. Если вы стали очевидцем происшествий или преступлений, сообщайте об этом в дежурную часть Управления МВД России по Нейнскому автономному округу по телефону 02-4-21-26. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте бдительны, берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова